вот мы покидаем остров сейба вы видите как у него на вершине тучи висят зацепились я решил не заниматься оформлением потому что мы сюда еще придем это вот ходить пешком здесь будем по 10 километров мне никого желания нет поэтому как я вам говорил мы уже движемся в сторону туда юга идем под парусами идем порядка семи узлов и нам нужно преодолеть порядка 300 миль может там 200 чем-то ну в общем это не имеет сейчас никакого значения будем смотреть уже по обстоятельствам потому что мы идем против ветра в зависимости от того куда будет ветер сползать мы либо придем прямо туда куда нам нужно либо придется делать галсты по миль на 50 поэтому вперед ожидаем такой же погоды на протяжении всего нашего полета мы идем все так же остро к ветру и вот хотел вам показать там вдалеке вот там если присмотреться идет яхта то что она идет справа от нас это значит что мы ее должны пропустить но как проверить проходим ли мы либо не проходим смотрим и засекаем берем какой-то пеленг относительно частей лодки и смотрим проходит 5 минут и смотрим изменился ли пеленг уезжает ли лодка вперед относительно точки которую мы выбрали либо уезжает назад если уезжают вперед он проходит по носу если уезжает назад по корме но так как в нашем случае никто никуда не едет поэтому мы с ним пересекаемся сейчас будем что-то делать отворачивать но туда чуть подальше и собственно пропускать человека вот эта лодка с которой мы расходились вот так важно в море следить за такими моментами потому что здесь встретиться с другими яхтами в принципе шансов мало потому что я иду очень далеко то есть и иду не в направлении в котором обычно ходят все все ходят там ближе к берегам а я хожу по прямой туда далеко и тем не менее вот идет лодка с которой мы могли бы пересечься вот уже у нас сейчас час дня пришло время обеда у нас погода без изменений ветер еще не заходит ветер еще не заходит с востока поэтому идем мы вертикально вниз то есть курсом по порядка 180 вот так у нас дует паруса короче ну и собственно время обеда кускус с импровизированными тевтелями время перехода я стараюсь обычно сильно не выготавливать но такие блюда делаются легко потому что кускус просто заливается водой ну там посолить ее надо и все а тевтелю просто берешь тевтелю и и там с томатными пастами совсем переболтал его вот так вот и положил тушить в общем все это делается максимально быстро и максимально эффективно для того чтобы не тратить на это время обнаружено маленькая неисправность которую придется исправлять потом уже по прибытии на месте на место но смотрите короче сюда я сейчас поставлю вот такой вот хомут временно а потом надежно изолентой смотаем ну вот надежно вот друзья пришло время заката еще где-то минут 15 как проверять я вам уже показывал так вытянутая рука и смотрится на вытянутую руку палец и вот ставится сколько пальцев до горизонта один палец там 12-15 минут у кого как у кого-то может и 5 но калибруйте свои пальцы самостоятельно вот а так как солнце садится нужно идти и включать ходовые огни так как мы идем под парусами соответственно у нас два варианта мотор паруса тыц ну вот собственно и все а дальше начинаем плавно заходить в ночь что у нас новый день до мартиники осталось 127 морских миль идем мы со скоростью около пяти но поспать нормально так и не получилось потому что гребаные тучи которые просто приходят такие неожиданно под ними меняется очень сильно ветер так градусов до 90 и ты вот идешь только задремал через 10 минут просыпаешься тебя уже перекинуло на другую сторону потому что вот было было нормально начали тормозить тормозить а потом просто смена ветра моментально раз и все ты уже лежишь на другую сторону и если ты сидишь и смотришь глазами постоянно в монитор да конечно или там сидишь на ветру ты же спишь под ветром до этого не ощущаешь падение скорости тоже не сильно ощущается но это как бы все мелочи идти получается и скорость принципе как вы видите сейчас будет время утреннего кофе наверное сейчас немножко приду в себя умоюсь и вообще я думал будет завтрак какой-то тунец 105 гребаная барракуда теперь весь воняешь это рыба уже руки уже вроде руки помыл а все равно этот запашок барракуда очень вонючая рыба терпеть ее не могу причем она еще этот крючок захватила так что его пришлось оттуда выковыривать так бы уже себе ушла себе сорвалась я был бы совершенно не против но почему-то это все не тунец что пришло время такого импровизированного завтрака будут просто вареные яйца ничего особенного не считая того что это делается просто под углом так ружье газа у нас в очередной раз перестал работать поэтому все это происходит вот так так как мы идем против ветра углы у нас достаточно прилично и ну собственно вот и все теперь просто ждем пока вот это превратится в то что можно есть ну и тосты тосты сделаю чуть попозже такой получился вот такой получился у нас завтрак импровизированный валя тосты и два вареных яйца у меня пока желание больше выготавливать для себя это может в обед все начнется тогда и будет ну вот ветер и выключили сейчас мы ползем со скоростью 32 узла и угол к ветру 30 короче нас то не совсем устраивает если учесть направление движения по которому мы идем с учетом дрейфа вертикально вниз а нам нужно идти вот сюда ну это же парусная яхта аниматорная поэтому тут особых вариантов нету мы идем сначала вниз а потом будем идти под 90 градусов в сторону ляморана но пока ветер поднялся все-таки скорость у нас стала ближе к пяти постоянная нужно готовить обед и так на обед у нас будет курица курица с луком и с чесноком то же ее просто обжариваю а потом добавлю туда мед и когда это все будет готово то здесь у нас варится рис и в этот рис я добавлю курицу и все это обжарю перемешаю такой будет обед так очень важно я не люблю курицу солить я туда добавляю соевый соус мне так нравится больше и вкуснее но все друзья приятного аппетита ну что с едой все теперь самая приятная часть это мытье посуды просто обожаю опять дождевые тучи к нам подходят мало того что солнце спряталась и но нам панели не заряжает надо больше заряжаться генератором а вот туча идет вот и еще и на ветер будет влиять блин как обычно не в тему куда-то хотя может повезет и поменяется тему посмотри ну вот конечно же не в тему как я и говорил ветер меняется так что нам нужно уходить на курс 180 нам нужно туда наоборот сейчас покажу нам нужно вот сюда туча она меняет курс мы отклоняемся вниз даже вот сейчас отклонившись у нас 33 градуса и туча подходит и мы будем еще отклоняться то есть ну вот и время второго заката вторая ночь которая должна поставить точку во все наши вот эти вот петля не и вывести нас уже на финальный галс которым мы зайдем в лимран семерочку идем нормально доброе утро у нас 6 утра и за ночь ну что-то мы прошли осталось до непосредственно уже внутри бухты нам 77 миль но идем мы такой жуткой пилой вообще кошмарной потому что если выйти за рамки острова начинается течение но если находиться внутри острова не будет ветра поэтому нам нужно находиться так чтобы не было течение но был ветер и при этом не было больших волн то есть нужно находить вот такую вот узкую лазейку если покажу вот то есть я надеюсь что в эти сутки мы все-таки дойдем потому что 77 миль это не очень много но иногда бывает такое что течение может или там ветер спасти ли что-то еще на скорость станет сразу два три тогда конечно мы дойдем еще через сутки но очень не хотелось бы потому что все таки когда такая колбасня против ветра достаточно тяжело ходить но в общем как бы будем смотреть что сегодня еще поменяется в процессе а далее у нас обязательные утренние процедуры то есть отключение ходовых огней отключение деклайта вот у нас мигает domestic warning это значит что у нас 56 и 7 процентов ну что пора заряжаться включаем генератор ну вот раз генератор запустился лишь можно выпить чашечку кофе так проверяем зарядку зарядка должна идти так 40 ампер 48 ампер до зарядка идет все окей ну все заряжаемся наверно часик-два все ровно стоят а жизнь под углом может отрезать себе одну ногу чтобы ровно ходить по полу так вроде размешалась ух это просто магически просто магически после такой конченой бессонной ночи кофе заряжает а нам дельфины пожаловали а 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 теперь бежим дельфины крутые как зайти в лямаран план действий у нас следующий вот такая пила через 6 миль первый поворот очень тяжело заходить потому что против ветра тупо пришло время завтрака и сейчас мы будем готовить шакшуку я думаю что те кто за нами давно следят знают это израильское блюдо как-нибудь я сделаю такой рецепты яхтинга и туда буду выкладывать то что мы готовим а пока это просто вот то что собственно я кушаю в переходе секретный ингредиент номер один секретный ингредиент номер два и яйца вообще я шучу там лук томатная паста и все это поперчить посолить есть много разных рецептов и как борщ каждый готовит его как на свое усмотрение вот мне нравится вот так вот меня как ребята научили мои друзья так я его и готовлю и вот сейчас это немножечко все протушится потом сверху туда разбила разбиваешь яйца и под крышечку и она там настаивается получается такое блюдо ну и по древней и по древней яхтиной традиции все яйца которые мы выливаем сковородку мы его всегда разбиваем сначала болен одной рукой так удобно разбиваем короче в стакан чтобы они не были испорчены потому что я это хранить холодильнике обычно возможности нет они хранятся прекрасно себе и так но иногда нужно их как бы проверять перед тем как готовить а так они могут несколько месяцев лежать совершенно без проблем так первый норм заливаем так номер два опять же одной рукой супер удобно выливаем второе все теперь это все накрываем крышкой и тушим на маленьком огне какое-то время будет вкусняшка что проверочка того что получилось мы бьем ну вот такая штука вышла надеюсь вышла и время завтрака до поворота мне осталось 1 и 8 мили то есть как раз время для того чтобы покушать у меня будет достаточно приятного аппетита вы видели эту поклевку вот это я понимаю разогнула крючок я запустил еще одну точно такую же пока еще не стемнело время есть время лова будем ловить что-то большое и мощное но но такое было я не знаю я бы его может быть и не вытащил бы очень круто тянуло а а и 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 пилу прекрасную делаем посмотрите какой у нас закат вообще удивительно очень красиво сегодня закат еще начал цвета менять вот вы и зашли уже в канал марина или маран как назло именно вот в точке входа начался дождь но прикол в том что мы рассчитали настолько вот точно заход что вот мы как шли на автопилоте так и идем и будем заходить практически в самый центр самую середину ну вот не знаю видно ли что-то зараза прямо на голову течет вот это вот зеленая мигающая это то что нам надо